Приветствую вас. Ключевой момент в вашем тексте мне представляется таким, что вы собираетесь ждать чего-то такого, что позволило бы говорить о том, что ваша тяжелая ситуация разрешится и что вы как бы из нее выйдете. Данная позиция, данное отношение, я бы даже сказал, к проблематике, данное отношение к проблематике является, можно сказать, жертвенным, то есть вы переносите ответственность таким образом на других людей. Вот. И, соответственно, исходя из этого, вы попадаете в не самый приятный расклад по отношению к вам. То есть если вы в ситуации занимаете жертвенную позицию, то нет ничего удивительного, что в этой ситуации вы оказываетесь жертвой. И, в общем-то, не удовлетворяем. Поэтому, с точки зрения психологии, первое, что вам следует сделать, в любом случае, первое, что вам следует сделать, это понять, как вы можете повлиять на ситуацию, то есть что вы можете сделать сейчас сами. Вот. Понимаете? Просто где я сейчас? Такие как бы вопросы себе задаете. А где я сейчас? Ага. Значит. Ага. Чего я хочу? Сейчас. Как я могу это получить? Как я могу это получить? То, чего хочу? И чем готова, наверное, расспрашиваться? То есть, грубо говоря, грубо говоря, какова цена того, чего вы хотите. Потому что люди очень часто попадают в проблемные для себя ситуации. Значит. Именно потому, что не отдают отсчета в том, как они будут платить. Не отдают себе отсчета в цене вопроса, который, ну, который волнует человека. Вот. Но по большому счету, об этом вам и нужно подумать в данный момент, в данный момент времени. почему человек не определяет всех цену, не всегда знает цену и не всегда готов платить эту цену. Почему так происходит? Потому что нет правильных здоровых установок, направленных именно на защиту одного человека. Как правило, это следствие или, может быть, результат, что, в принципе, одно и то же, но не всегда. Для воспитания родителей, если родители сами не придерживаются здоровых каких-то установок и взглядов, то, соответственно, и человек тоже оказывается не способен им следовать. И если ваши родители, например, либо вас подавляли очень сильно, либо гиперопекали, что, в принципе, едва ли сильно различается с точки зрения последствий для кого-то, то вы и оказались поэтому вот в такой вот неприятной для себя ситуации. И понимаете в чем дело? Момент здесь важный не в том, как закончится эта ситуация. Момент здесь важный не в том, как эта ситуация будет, условно говоря, реализовываться дальше, в дальнейшем. А момент заключается в том, как вы оказались в этой ситуации, в своей ситуации, что заставило вас в ней оказаться. Какие элементы, триггеры, мотивы, решения, поступки заставили вас быть в этой ситуации. Вот это чрезвычайно важный момент, если мы с вами говорим о том, чтобы вам помочь. Понимаете? Вот. Только так можно рассчитывать на то, что в вашей жизни что-то изменится. То есть старайтесь учиться отвечать за свои какие-то поступки. на свои поведенческие модели самостоятельно. Вот. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно именно в первую очередь, конечно, для вас. для вас и для вашей дальнейшей жизни. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.